Машина времени заставил многих инвесторов изменить свою точку зрения насчет безопасности и надежности многих криптовалютных проектов. Как уже многие догадались, речь идет о печально известном проекте Терра и их нативной монеты Луна, цена на которую еще совсем недавно составляла космические 120 долларов. И если вы думаете, что космическими ценами сейчас можно назвать все, что только окружает нас в повседневной жизни, то просто вам для понимания. В начале 2021 года Луна стоила меньше одного доллара, а в начале апреля 2022 года цена достигла рекордных 120 долларов, сделав чуть более чем за год почти 20 тысяч процентов. Но даже этот факт не вызвал такого широкого резонанса среди крипто-сообщества, как событие, которое случилось чуть позже. Спустя месяц Луна с космической скоростью начинает падать по направлению вниз и за считанные дни обесценивается на 99%, лишая своих инвесторов 50 миллиардов долларов. Не обошел этот печальный инцидент и алгоритмический стейблкоин проекта Терра – UST. Для начала хотелось бы напомнить, что стейблкоины представляют из себя класс активов, которые должны постоянно удерживать стабильный курс, который привязан к какому-либо фиатному активу, в роли которого чаще всего выступает доллар США. Но в один не самый прекрасный день что-то пошло не по плану, и стейблкоин UST теряет свою привязку к доллару. Инвесторы начинают в панике забирать из него свои деньги, тем самым создавая дополнительное давление на актив, в результате чего UST, точно такой же ракеты, как и цена на Луна, падает до самых низов, принеся с собой много боли, потерянные миллиарды долларов, а также факт того, что стейблкоины, оказывается, могут быть не такими уж и стабильными, как нас в этом постоянно уверяли. Мы также не остались в стороне, и нас точно так же зацепила ситуация с UST, потому что мы держали в этом стейблкоине довольно немаленькие деньги. Но благо, что мы вовремя из него вышли, распродали все свои активы, заранее предупредив об этом всех наших ребят из нашего закрытого клуба, тем самым сумев максимально минимизировать свои убытки и спасти огромное количество денег. Но к чему все это? А к тому, чтобы напомнить, что криптомир еще не успел отойти от прошлых казусов, как инвесторов накрыла еще одна волна неудач. 13 июня 2022 года криптолендинговая платформа Celsius Network, которая позиционировала себя как безопасная платформа для криптоинвесторов, которая ставит свое сообщество на первое место, благодаря чему, сумев насобирать со своих пользователей миллиарды долларов, объявила о том, что она приостановила функцию вывода средств на фоне экстремальных рыночных условий. Или, как в таких случаях говорят в простонародье, соскамилась. Но давайте сейчас по порядку постараемся восстановить хронологию событий, чтобы понять, что случилось на самом деле и что могло привести Celsius к такому не самому лучшему результату. Есть такой выдающийся американский предприниматель – Алекс Машинский, который, глядя на мизерные процентные ставки и невыгодные условия, которые предлагают обычные банки своим клиентам, решил в корне исправить эту ситуацию. Но так как с традиционной финансовой системой Алекс связываться никак не хотел, его выбор был очевиден – создание криптовалютного банка. И вот в 2018 году запускается проект, который ознаменовался Celsius Network, представляющий из себя платформу, которая предлагает своим клиентам кредитные услуги, депозиты и платежный сервис с использованием криптовалют. Проект был запущен с помощью ICO, благодаря чему были собраны запланированные 50 миллионов долларов. Платформа Celsius предоставляла своим клиентам достаточно широкий спектр криптовалютных услуг. Но самым популярным направлением, конечно же, была возможность пассивного заработка, который составлял ни много ни мало, до 18% годовых, с еженедельной оплатой. Ну вот скажите, в каком еще банке вы сможете увидеть такие привлекательные условия? Именно так и подумали многие инвесторы. И во время бычьего рынка, который мы наблюдали в последние годы, когда что ни купи, росло абсолютно все. Начали инвестировать в проект Celsius свои деньги, мотивированные получением пассивного дохода с высокими процентами. Благодаря этому в октябре 2021 года проект Celsius смог озолотить свои виртуальные хранилища на сумму в 26 миллиардов долларов. И вот время идет, рынок растет, деньги зарабатываются, проценты стабильно выплачиваются. И все бы ничего, но тут в голове самовольно начинает возникать разного рода сомнения. Ведь не может быть все так легко и просто. Из-за чего начинают появляться вопросы? А на чем зарабатываете? За счет чего 18% доходность? И если мы в нашем закрытом клубе ребятам постоянно рассказываем, объясняем, приводим конкретные примеры, как именно работают такие схемы, как на самом деле на этом зарабатывают деньги инвесторы, и что более важно, мы постоянно говорим о том, как на таких схемах свои деньги не потерять, то вот в ситуации с Celsius у ребят не было четкого ответа, поэтому в ход шли высказывания по типу «Ну так кредиты инвесторам выдаем в криптовалюте и получаем за это прибыль», «Портфель имеем из надежных DeFi-проектов» «Все безопасно и беспокоиться абсолютно не о чем». Но забегая вперед, скажу, что после всего произошедшего, многие независимые источники пытались найти как тех инвесторов, которые были готовы брать криптовалютные займы под огромные проценты, так и те надежные и безопасные проекты, которые давали необходимую для стабильных выплат доходность. Но ни в первом, ни во втором случае поиски не увенчались успехом. И как впоследствии утверждали многие эксперты, что деньги инвесторов Celsius вкладывались никак не в надежные DeFi-проекты, как было заявлено, а во всякий мусор, который обещал выплачивать хоть какую-то повышенную доходность. Но дела на самом деле шли неплохо, пока на пороге не появился старый добрый медведь. С наступлением медвежьего рынка, когда среди инвесторов началась фаза отрезвления, многие проекты, в которые вкладывались ребята из Celsius, начали потихоньку схлопываться. И вот спустя какое-то время всеми любимый криптобанк уже не получает такой высокой доходности, как во время бычьего рынка, что лишает его части прибыли, а соответственно и части денег своих инвесторов. К тому же довольно немалую сумму Celsius потерял на банальных хакерских атаках. Например, 50 миллионов долларов были потеряны во время взлома протокола Bajidao. 70 миллионов долларов испарились, когда были потеряны приватные ключи клиентов протокола StakeHound. Но, как оказалось, все это были мелочи, и последующие схемы были куда более серьезными. Помните историю, которую я рассказывал в начале видео о проекте Terra? Так вот, есть информация, что Celsius был крупным держателем печально известного алгоритмического стейблкоина UST. 13 мая этого года ребята из Celsius официально заявили о том, что вывели примерно полмиллиарда долларов из протокола ANCOR. Это в то время, когда за стейблкоин UST давали уже меньше половины его номинальной стоимости. Примерные потери вы можете оценить сами. Но, как оказалось, даже это не было финальной точкой. Платформа Celsius также активно использовала деньги своих инвесторов в протоколе LIDA. Если говорить кратко, то протокол LIDA позволяет застейкать свои монеты эфира и, не забирая их из стейкинга, получить взамен равную сумму синтетических токенов Staked Ethereum. Соотношение этих токенов должно оцениваться примерно один к одному. Благодаря данному методу появляется возможность строить высокодоходные пирамиды, стейкая свой эфириум в протоколе LIDA, получая взамен токены Staked Ethereum и под залог этих токенов опять брать в долг эфириум через протокол AVE и снова повторять все по кругу, тем самым фактически создавая доходность из воздуха. И, казалось бы, данная схема является ничем иным, как золотым граалем, способное на постоянной основе приносить доход. Так-то это да, но вот если только не единственный нюанс, который может все испортить, и который заключается в том, что когда один актив, под залог которого берутся займы, вдруг резко начинает падать в цене, то вся эта гениальная пирамидальная система начинает рушиться. Что и произошло в случае с Celsius, когда токен Staked Ethereum взял и упал по отношению к эфиру более чем на 6%. Думаю, каков был итог этой гениальной схемы, вы догадаетесь сами. А если брать в расчет, что на 14 июня этого года Celsius владела Staked Ethereum почти на полмиллиарда долларов, то становится совсем как-то грустно. Что же мы имеем в итоге? Криптолендинговая платформа Celsius Network 13 июня этого года объявляет о том, что пока не собирается выплачивать деньги своим инвесторам. И никто до конца не понимает, временные ли у них проблемы, и спустя какое-то время все наладится, и работа вновь возобновится. Или же у ребят давным-давно пустые хранилища, и выплачивать своим инвесторам они ничего не собираются, потому что у них банально нет денег. Деньги на вашем счете. Там что-то как-то не сложилось, они пропали. В любом случае, на подобные новости крипторынок не привык реагировать позитивным настроением. И если на новостях про Луна и UST биткоин решил откатить на 30%, то и сейчас он не остался в стороне. И после новостей про Celsius потерял еще 30%. Тем самым, со своих максимальных отметок, которые он показывал еще в ноябре 2021 года, биткоин просел уже более чем на 70%. Какой же напрашивается вывод из всех последних событий? А вывод максимально простой. Если вы после инцидента с проектом Terra, после происшествий с платформой Celsius, до сих пор продолжаете сидеть в надежных и безопасных проектах, которые предлагают вам доходность под 20%, а то и выше, то не пора ли задуматься, а насколько на самом деле безопасен проект? Насколько оправдано держать в нем свои кровно заработанные? И существуют ли хоть какие-то минимальные гарантии, что он не пойдет по пути вышеупомянутых проектов? Думайте, друзья, анализируйте и принимайте правильные решения. Благодарим вас за просмотр этого видео. С вами был канал Инстарзинг Инвест. Желаем вам всего самого наилучшего и безопасных вам инвестиций. До встречи, друзья. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»